МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ ПЕДЁРКА АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня вы попадаете к нам в студию без звонка 112 или 101. Потому что у нас игра за безопасность. Юные спасатели, лицеисты МЧС, клуб служебных пожарных из Красного. Вот такая у нас сегодня специальная игра. РУДИ ПЕДЁРКА вместе с Гомельским облсполкомом и телерадиокомпанией Гомель хочет напомнить вам о правилах безопасной жизни. РУДИ ПЕДЁРКА! Итак, сегодня у нас в студии вечные соперники в областном брейн-ринге за безопасность, который проводит наш министерство чрезвычайных ситуаций в Гомеле. Вот вечные соперники последние два года, последние два года выходят в финал лицея МЧС, выходит Красненский клуб спасателей и пожарных. Они рубятся в финале, и лицея МЧС побеждают. Вот, может быть, на эруди пятерки в красненской школе удастся взять реванш у этих красавцев в красивой, такой лицейской форме. Итак, лицея МЧС против Красного. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Командир лицеистов, командир расчета Вадим Голик. Вот он, касаясь какой. АПЛОДИСМЕНТЫ Командир клуба, команды клуба спасателей пожарных из Красного Юлия Суглоб. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, воспитывает юных интеллектуалов в лицея МЧС майор Дедков. АПЛОДИСМЕНТЫ А в красном детьми занимается Юрий Александрович Никитенко. Вот они какие. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, всем сестрам по селькам все слова сказаны. Пора приступать к делу. Блеф-игра наша, Донетка, проверка интуиции, например, элементарных знаний по безопасности. Вадим, у кого самая мощная интуиция у вас? У Алексея. У Алексея, а у Юлии? Карина. Итак, Алексей против Карины. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, Блеф-игра. Верите ли вы что? На эмблеме белорусского МЧС семилучевая звезда. Карина? Не верю. Там восьмилучевая, очень похожая на ту, которая находится на иконе неопалимая купина. Первые пять очков заработала для красного Карина. Отлично! АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что запрещено разводить костры в хвойных молодняках? Фальстарт. Фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный судья. Карина? Вею. Да, конечно, ни в коем случае, ни на молодняках, ни на торфяниках нельзя. Повышенная пожароопасность. Плюс еще пять очков. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что при грозе нужно выключить мобильный телефон? Фальстарт на этот раз у Карины? Да. Да, конечно. А еще лучше вынуть из него батарею вообще. Целее будете. Играем. Верите ли вы, что клещи прыгают на людей с верхушек деревьев? Фальстарт у Алексея. Карина, у вас шанс? Не верю. Не верите ли вы, конечно, они выше метра не поднимаются, но это не значит, что в лес нужно ходить с непокрытой головой и с распахнутыми рукавами и в шортах. От клещей нужно защищаться. Итак, играем дальше. Верите ли вы, что эвакуационные выходы обозначаются зеленым цветом? Фальстарт. Карина, Алексей? Да. И у нас в студии тоже светятся, как и положено, как и положено правилам пожарной безопасности, зеленые квадратики со словом «выход». И это правильный ответ. А ни одного пропущенного, ни одного неверного ответа в блеф игре не было. 10-15. Красное впереди. Играем. Итак, дуэль игра. Пять тем, на каждую из которых отдельный игрок. Пять поединков наших юных спасателей. Итак, темы боев. Первый бой – азбука безопасности. Второй бой – чрезвычайные ситуации. Третий бой – первая помощь. Четвертый бой – МЧС Беларуси. И пятый бой – история пожарного дела. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Играем. Время истекло. Решили. О, быстро, все хорошо, все по-военному, все по-спасательски. Итак, Вадим, командир лицеистов. Кто у вас лучше всех знает азбуку безопасности? Никита. Никита, понятно. У Юлии? Тоже Никита пойдет. Никита против Никиты. Вперед! Идет, внимание, азбука безопасности – самые элементарные. Первое действие, когда загорелся электроприбор. Это? Да. Достать из розетки. Ну, говоря более таким языком, отключить от сети, но выдернуть из розетки – да, засчитано. Натереть подошвы обуви наждачной бумагой – так можно подготовиться. К чему? Да. Гололеду. Гололеду или гололейцы, вы правы, да. Ну вот в транспорте оставлена сумка, портфель, сверток, игрушка какая-нибудь, например. А что с ними нельзя делать? Да. Подходить и трогать. Да, трогать, перемещать и так далее. Отличный ответ. Можно сразу обратиться к сотрудникам МЧС, либо к сотрудникам правоохранительных органов. Вы правы. Какой лед безопаснее – прозрачный, молочный, белого цвета или ноздреватый? Да. Прозрачный. Прозрачный, не менее 5 сантиметров толщиной. По нему спокойно можно ходить. Не дай бог, молочный, не дай бог, ноздреватый. А если из него еще камыши торчат, это вообще никуда не годится. Итак, теперь вы это знаете. Играем. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также запрещается поручать надзор за печами кому? Прошу, Никита. Детям. Отличный ответ. Блестящий отыграл. Итак, после азбуки безопасности Никита из Красного увел свою команду вперед. 35-15. Мы играем следующий бой. Итак, 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 чрезвычайные ситуации. Ну, классификации вы должны знать. Ну, и наиболее такие яркие. Вадим, кто у вас спец по ЧС? Пойдет Александр. Саша спец по ЧС. А у Юли? Пойдет Ульяна. Итак, Александр против Ульяны. Вперед! Итак, в случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 101 или... Ульяна? 112. 112, прекрасно. Землетрясение, оползни, цунами, лесные пожары, наводнения. Через какого характера я перечислю? Ульяна? Природного. Природного, отлично. Ого-го. Как красное подготовлено-то. В поэме «Медный всадник» Александр Сергеевич Пушкин описал это катастрофическое бедствие в Петербурге. Да? Наводнение. Блестящий ответ. Именно на этом блоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв в 1906 году. Да? На четвертом. Прекрасное. Ситуация, представьте себе в школе, чрезвычайная ситуация. Вам приказали оповестить об этом всех находящихся в здании. Ваше действие? Дать один длинный звонок. Да, дать один длинный, непрерывный звонок. Это сигнал тревоги, сигнал о том, что нужно эвакуироваться. Блестящее, блестящее, блестящее. Итак, счет у нас 50-25, красный приз. Следующий бой. Итак, третья тема у нас, то, что должны знать все. Первая помощь. Лицей, кто готов оказать команде первую помощь? Она уже еле дышит, искусственное дыхание. Идет Сергей. Сергей, Сергей, улыбнулись. Вот, улыбка, это флаг корабля. Да, отлично, Юлия. Пойду я. О, хорошо. Вперед! Поехали. С помощью паров этой жидкости можно привести в чувство при обмороке. Да. Аммиак. Аммиак, или что, наверное, спит? Отлично. Именно его накладываю при артериальном кровотечении. Жгут. Жгут, конечно. Кроме термических ожогов, бывают еще и такие. Да, Юлия? Химические. Блестяще, все знает. Если носовое кровотечение продолжается, больше этого времени нужно срочно госпитализировать. Фальстарт у вас. Очень строго ответить наш электронный судья. В больницу? В больницу. Понятно, в больницу. А сколько времени должно уже продолжаться, чтобы сразу его... Полчаса. Отличный ответ. Да, именно 30 минут. Полчаса не останавливается, но все нужно срочно вызывать скорую или самостоятельно добираться до больницы, если скорая не едет. Играем. Именно это нужно дать пострадавшему при отравлении. Прошу вас. Нужно дать ему воды попить. Да, чистой воды как можно больше. Вы правы. Итак, после первой помощи, вот немножко уже лучше, 35-65, по-прежнему впереди красное. Играем. МЧС Беларуси. Ну, вот тут вам и карты в руки. Кто, Вадим? Пойдет Алексей. Алексей. А у Юлии? Пойдет Юлия. Итак, Алексей против Юлии. Вперед! Итак, внимание. МЧС Беларуси. Девиз МЧС... Да. Профессионализм, отвага, честь. Браво! Эмблема этого проекта на сайте Беларусского МЧС. Рукопожатие под эмблемой министерства. Кем предлагает стать этот проект? Волонтером. Волонтером, конечно же. Этот ежемесячный журнал, печатный орган Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Да. Юный спасатель. Да, и там не успеешь. Войти на сайт сразу я, зайчонок Филька. Привет, давай познакомимся, давай затусуем. Все нормально. Играем. В этом городе находится университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. Да. Минск. Минск, да. Туда, туда скоро переедут все наши спасатели. И заканчиваем. На сайте МЧС в блоке над каждой страницей текст. Ежегодно мы спасаем от пожара тысячи... Жизни. Блестяще! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это да! Вот это да! Почти сравнял счет наш Алексей. 60-65. Великолепное! Следующий бой! АПЛОДИСМЕНТЫ История пожарного дела, дорогие мои. Кто у нас знаток, Вадим? Идет Никита. Никита великолепно. У красного. Идет Карина. Никита против Карины. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Еще сто лет назад крестьяне верили, что нельзя тушить пожар, который возник от нее. Да. От молнии. Да, вот такое было суеверие глупое. Еле-еле отучили. Ну, молния, боже, огонь, как тушить? Раз уж и сметаной. Играем. В средние века строго-строго-строго было запрещено зажигать огонь. После чего? А-а-а. Опа. А вот после захода солнца ночью все магни тушить и спать. Потому что ночью пожар тушить гораздо труднее. Играем. Так в 19 веке называли начальника пожарной команды. Да. Брансмейстер. Как-как-как, четче? Брансмейстер. Брансмейстер, ну никак, он бы обиделся на вас за это. Прошу вас, Никита. Брандмейстер. Брандмейстер, это точный ответ. Отлично. Наряду с профессиональными командами с 1861 года в городах начинают создаваться такие пожарные общества. Какие? Да. Добровольные пожарные. Добровольные, конечно же, браво. В том числе и в нашем гумере было одно из самых таких крутых добровольных обществ в Белоруссии. Играем. После освобождения уже в этом году во всех городах и районных центрах Белоруссии были организованы пожарные команды. Ну, естественно, после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Какой год? Ну, смелее. Да. 1943. В 43-м у нас еще полтерритории было под немцами. Никита. В 45-й. Именно в 1945 году. Да. Великолепный ответ. Итак, Никита вывел команду вперед. 75-70. Лицей МЧС впереди играем. Вообще есть замечательная такая вещь, сайт Министерства чрезвычайных ситуаций. И там есть множество очень интересных интерактивных игр и тестов. В частности, тест для детей. Гордимся, что научили. Я бы всем, кто сейчас нас смотрит, рекомендовал пройти этот тест вместе со своим ребенком. Получить виртуальную медаль. Ну, и заодно потом гордиться, что все-таки научили ребенка правилам безопасности. Кто готов решать детский тест на нашей тест-игре? Вадим. Саша. Саша. Вот так вот. Саша так застеснялся сразу. Взрослый вроде пацан, но поручают детский тест. Юля, у вас? Ульяна. Хорошо. Александр, пойдем у Ульяны. Вперед! Итак, делание. Вопрос, три варианта ответа. Нужно выжать кнопку и назвать правильный. Итак, что делать, если случился пожар? А. Залить огонь водой и ждать соседей. Выбежать из квартиры и позвонить 101. И С. Спрятаться в шкафу и ждать спасателей. Да? Б. Б. Выбежать из квартиры и позвонить 101, разумеется. Ну, а если в подъезде пожар, нужно закрыть двери плотненько и заниматься уже дальше, как по инструкции. Играем. Правила безопасного купания. А. Под присмотром взрослых и не заплывать за буйки. Б. В любом водоеме группой больше 10 человек. И. С. Если не уверен в своих силах на надувном матрасе. Фальстарт у вас, к сожалению, Ульяна. Да? Ответ А. Ответ А. Да. Только под присмотром взрослых и ни в коем случае не заплывать за буйки. Вот уже два раза по 10 очков наш Александр взял для команды. Играем. Если загорелось масло на сковородке, нужно. А. Бросить сковородку в мусорное ведро. Б. Задуть пламя и залить водой. И. С. Выключить плиту и закрыть сковородку крышкой. Фальстарт у вас, Александр. Ну? С. Да. Затушить плиту и закрыть сковородку крышкой. Прекратить доступ воздуха к пламени. Да, вы правы. 10 очков. Если заблудился в лесу, нужно. А. Вырыть землянку и подкрепиться грибами. Б. Звать на помощь и идти вдоль линии электропередач. С. Залезть на самое высокое дерево и привязать к верхушке яркий платок. Да. Б. Ответ Б, конечно, звать на помощь, прислушиваться к звукам хозяйственной деятельности, к машинам, идти вдоль ручьё, в рек, линии электропередач, так выйдешь к людям. Правила безопасного пользования бенгальскими огнями. А. Украсить ёлку. Б. Размахивать посильнее. И С. Держать на вытянутой руке. Фальстарт у вас, прошу. С. Держать на вытянутой руке, ни в коем случае не украшать ёлку, хоть искусственную, хоть естественную, может случиться пожар, а это неприятно. Итак, получалось у нас 105-90 после теста игры. Ну что ж, слайд игра! С. Держать на вытянутой руке. Либо 10 очков на подборе. Вадим, кто готов к столь сложной задаче у вас? Иду я. Великолепно. Юлия? Пойдёт Юлия. Итак, Вадим против Юлии. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Идя в внимание, лидер у нас лицей МЧС. И мы начинаем с него. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Вадим, ваш шанс. Чрезвычайная ситуация природного характера – это шторм. Шторм? Вот это не шторм, к сожалению. Это цунами, чрезвычайная ситуация природного характера. Заметьте, люди, потерпевшие кораблекрушение 9-й Вала Ивазовского. Это кораблекрушение, естественно, это ситуация техногенного характера. Играем. Юлия с вами. Это взрыв на станции техногенная чрезвычайная ситуация. Да, конечно, это Чернобыльская АЭС. Взрыв техногенная чрезвычайная ситуация. 15 очков. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Вадим, с вами играем. Ну, заметьте, где пожар? Это пожар в городе. Так, это что, какая? Техногенная чрезвычайная ситуация. Техногенная, конечно. Это московский пожар 1812 года. Не было еще термия техногенная чрезвычайная ситуация, но, тем не менее, сейчас он подпадает под такую категорию. Отлично. Юля. Так, вот, заметьте, вот после этого, этой ЧАЭС, вот так выглядят листья. Это чрезвычайная ситуация природного характера. Неа. Когда она... Уже неправильно. Так, прошу. Вадим. Чрезвычайная ситуация экологического характера, поедание гусениц... Да нет, ну что вы. Гусениц тут ни при чем. Это кислотный дождь, кислотные осадки, да, экологического характера, но вот с гусеницами тут как-то вот не так. Все-таки кислотный дождь это был. Хорошо. Вадим, с вами. Чрезвычайная ситуация природного характера – это шторм. Да не шторм, господи. Да. Это всемирный потоп, чрезвычайная ситуация природного характера. Да, наводнение, потоп природного характера. Браво, Бадо, браво! На подборе 10 очков взяла, играем с вами. Так, Юля, вот так вот из космоса так это смотрится. Вот тут Антарктида. И вот что же это за такое? Это потепление, глобальное потепление. Глобальное потепление. Да не потепление, что Антарктида и глобальное потепление. Вадим, может, вы возьмете? Чрезвычайная ситуация экологического характера. Так, о, уже хорошо. И что же такое вот черное Антарктида это у нас? Раз, два. Космическая дыра. Ой, хорошо. Дыра-то какая? Не космическая, а... Три, две. Атмосферная, атмосферная дыра. Не могу принять. Озоновая дыра, озоновая дыра. Пониженное содержание озона. Очень близко, Вадим, очень близко, но увы, увы, увы. Играем с вами, Вадим. Отчего бегут эти дети? Знаменитейшая картина. Маковского. Назовите ЧАЭС. Прошу, микрофон. Чрезвычайная ситуация природного характера. Это картина «Дети, бегущие от грозы». Отлично! Браво! Блеск! Блеск, блеск, блеск. Юлия, прошу. Что это у нас такое? Ну, 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 пожалуйста. Это природная ситуация... Чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация техногенного характера. Ну. Это обвал. Обвал, обрушение дома, да, конечно, можно и так назвать. Отлично, 15 очков. Вадим. Чрезвычайная ситуация природного характера. Извержение вулкана. Отлично! Последний день Помпеи, конечно же! Юлия, выносите команду. Спасайте. Это природная, чрезвычайная ситуация экологического характера. Загрязнение. Да, загрязнение источников, да, загрязнение природного счастья. Великолепно, Юлия. Прекрасно! Итак, слайд-игру мы закончили. Узнали очень много о чрезвычайных ситуациях разных характеров. И игра практически равная. Лицей МЧС 150, красная 145. Все решит. Риск игра. Играем! Риск игра. Единственная игра в нашей эруди-пятерке. Игра со штрафом. Правильный это плюс 20, неправильный минус 20. Самый сильный, самый реактивный, самый надежный и уверенный в себе игрок. Вадим, кто это у вас? Идет Никита. Итак, Никита идет у нас на риск игру. Юлия, кто? Пойду я. Итак, Никита против Юлии. Вперед! Итак, внимание. Мы повторяем темы дуэль игры. Азбука безопасности. Он это первая потенциальная опасность в метро. Да? Никита, плюс 20 или минус 20. Решайте. Отвечайте. В метро входите, сразу потенциальная опасность. Эскалатор, конечно же, плюс 20. В чрезвычайной ситуации. Это предупреждение объявляют при угрозе сильного ветра. Да? Штормовое предупреждение. Прекрасный ответ. И снова весы пришли примерно в одинаковое положение. Первая помощь. Его нужно зажать, проводя искусственное дыхание. Да? Нос. Конечно же. И красное вышло вперед. Играем. МЧС Белоруссии. С этим православным праздником совпадает день МЧС. Да? Крещение. Или богоявление. И Никита, вам нужно отвечать только правильно. Сто лет назад эти слова были на касках московских пожарных. 50 лет назад это произносили пионеры. Итак? Да. Всегда готов. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется верить, что и те, кто сейчас у нас в студии, и те, кто вот там за стеной экранов, всегда готовы к любой чрезвычайной ситуации, посмотрев нашу эрудит пятерку. 170-225 победа Клуба спасателей пожарных из Красненской средней школы. Таких взяли девчонки Юлии Судло в реванш над красавцами из лицея МЧС. Сувениры от телерадиокомпании Гомель нашим победителям. И наша любовь, наши аплодисменты и пожелание всегда быть готовыми к любой ситуации. Ну а к вам, те, кто нас смотрит, естественно, наше традиционное. Смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! Субтитры подогнал «Симон»!